Студотряды спешат на помощь, детская безопасность и главная стройка года. 35-я школа готовится распахнуть свои двери для учеников. Что осталось делать и какая паутина откутала библиотеку? Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кемпель, мы начинаем. Налоговое письмо, услуги ЖКХ и следующая остановка аэропорт. Железная дорога напрямую свяжет два крупнейших транспортных узла страны. ЖД-вокзал в столице и Национальную воздушную гавань. Сколько будет километров новых путей и когда сделают проект? Добро пожаловать! Новая 35-я школа готова на 95%. Внутренние отделочные работы выполнены почти все. Уже идет уборка территории. Сколько будет классов и когда завершат набор? Лето – это маленькая жизнь. Для студотряда в детском лагере «Мечта» она с уклоном на труд. Работа в принципе тоже нормальная. Чем занимаются ребята и почему считают такой опыт бесценным? Безопасность превыше всего. Сотрудники ГАИ проверили наличие детских автокресел в машинах. Дети от 5 до 12 лет могут перевозиться в бустерах. Как оправдываются нарушители и сколько стоит взрослая беспечность? Сокращение производства, жертвы Талибана и последняя встреча. Владимир Путин и Ангела Меркель провели переговоры в Москве. Какие темы обсудили и чего боится Германия? Приятные хлопоты. Строительство новой 35-й школы близится к завершению. Объект готов на 95%. Здесь трудится около 500 человек. Укладывают дорожки, моют окна, убирают кабинеты. Вчреждение прозвания будет первоклассным. Современные парты и стулья ждут ребят в учебных кабинетах. В библиотеке есть выход в интернет. Создана и безбарьерная среда. Еще больше подробностей у Карина Гуревич. Сказано – сделано. Летом 2020-го по распоряжению президента новую 35-ю школу включают в государственную инвестиционную программу. А уже 1 августа жители 7-го микрорайона вместе с мэром закладывают капсулу с посланием. И вот спустя год учреждение готовится принять первых воспитанников. Дело за малым – навести лоск. Внутренняя отделочная работа выполнена почти все. Уже идет уборка территории. Моют окна, убирают кабинеты, парты расставлены. В принципе, школа готова к сдаче. Осталось по наружным работам благоустройство территории выполнить работы. Озеленения немного. Но уже, если можете заметить, трава сходит. Газоны красивые. В принципе, 1 сентября сдаем. Внутри каждая стена – произведение искусства. Пейзажи и портреты классиков литературы украшают школьные коридоры. Современные порты и стулья ждут ребят в учебных кабинетах. К слову, мебель можно регулировать под каждого ребенка индивидуально. Библиотеку окутала паутина – всемирная. Здесь есть выход в интернет. Создана безбарьерная среда. К вашим услугам – лифт и пандус. Любителей активного отдыха ждет физкультурно-спортивная зона, стадион, баскетбольная и волейбольная площадки. Значит, сейчас мы набираем по счету 9-й, 1-й класс. Всего в начальной школе сейчас 24 класса комплекта. Вообще в школе планируется открыть 44 класса. Мы планируем два десятых класса. Изначально было решение один, но тоже большое количество детей. Поэтому мы планируем сейчас открытие второго десятого класса. В первую очередь мы принимаем учащихся, которые проживают в микрорайоне молодежный, то есть в седьмом микрорайоне. И затем уже на свободные места мы сможем принять всех остальных желающих детей. Первые десятые классы полностью укомплектованы. К 25 августа завершат набор со второго по девятый. Микрорайон новый, много молодых семей. Нагрузка на соседние школы резко увеличилась. А значит, учебное заведение жизненно необходимо. И про маленьких бавручан не забывают. Вслед за 84-м детским садом строится еще один через дорогу. В целом учреждение образования под номером 35 станет четвертым в этой части города. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Сдать все логины и пароли накануне проблему кибербезопасности обсудили на красном пищевике. Встреча прошла в рамках единого дня информирования. Правоохранители рассказали о самых популярных схемах мошенников. Общего портрета потерпевшего нет. Ведутся не только пожилые люди. В сети киберворов попадают и молодые, от 35 лет и старшие. Как правило, те преступники, которые нами находятся, это наши граждане. Но много преступников находится за границей. И наши граждане доверчивые. Все-таки дают свои номера телефонов, свои паспортные данные, что позволяет преступникам похитить их деньги, ценности. Статистика преступлений, к сожалению, быстро растет. По итогам 2020-го на территории республики зарегистрировано свыше 25,5 тысяч случаев в области более 2 тысяч. Один из самых доходных видов – фишинг. Граждан в социальных сетях, мессенджерах, форумах отправляются сообщения якобы от имени друзей или администрации сайта с сложением ссылки, где просят заполнить реквизиты банковской карточки. Минский полумарафон, толстевющая жировка и поддержка государства. Материальную помощь к школе получили более 73 тысяч многодетных семей. О какой сумме идет речь? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Железная дорога напрямую свяжет два крупнейших транспортных узла страны – железнодорожный вокзал столицы и национальный аэропорт. По проекту магистраль пройдет по уже существующему пути от станции Минск-Пассажирский через колодище до станции Городище. Отсюда построят 18 километров новых линий вдоль трассы М-2. На разработку проекта понадобится примерно 24 месяца. Время в пути будет занимать 32 минуты. В Беларуси с 1 сентября стоимость жилищно-коммунальных услуг будет рассчитываться, исходя из квадратного метра. Изменения коснутся механизма начисления платы за техобслуживание лифта и уборку подъездов. Учитываться будет не количество зарегистрированных в квартире жильцов, а площадь помещения. Министерство по налогам и сборам начало рассылать автовладельцам уведомления об уплате платежа. Их получат все, на кого до 1 июля 2021 зарегистрировано транспортное средство. У кого есть личные кабинеты на сайте ведомства, уже получили электронные письма. Напомним, в следующем году водителям нужно будет перечислить бюджет 29 рублей. В Беларуси полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Так, материальную помощь к школе получили более 73 тысяч многодетных семей. Это более 10 миллионов рублей. Все выплаты проходят по госпрограмме «Здоровье народа». Их размер до 30% бюджета прожиточного минимума. Но конкретная сумма устанавливается регионами с учетом их финансовых возможностей. В Минском полумарафоне смогут принять участие до 10 тысяч человек. Всех, кто выйдет на дорожку 12 сентября, организаторы просят быть в масках. Их можно будет снять через 500 метров после начала дистанции. Регистрация на турнир открыта. Старт за бегом от Дворца спорта на 21 и 10,5 километров будет дан в 9 часов, а в 11.45 на 5,5 километров. Первый заработок и активный отдых. 39 отрядов, 499 человек. Такой трудовой десант бобруйских учащихся работает этим летом. На самых разных объектах. Белое строительство новой 35-й школы. А в детском лагере «Мечта» ребята помогают поварам на кухне. Одни нарезают овощи, фрукты, другие разносят и убирают еду. О том, как зарабатывают ударники и почему многие лета без студотрядов не представляют, расскажет Ольга Васенда. 16-летняя Вероника Тришина решила летом зря времени не терять. Пришла и записалась в студенческий отряд. Учится в торгово-экономическом колледже. Сейчас завершается ее вторая трудовая смена. Место работы – лагерь «Мечта». Коллектив большой и дружный. Старшие коллеги помогают, где-то подсказывают. Девушка не только деньги зарабатывает, но и опыта набирается. На вторую зарплату устроила себе шопинг. Хватила и на подарки родителям. Мы помогаем отдыхающим от этого лагеря накрыть столы, помочь каким-то рабочим. Ну так, по мелочи. У нас тут детей много, поэтому работа, в принципе, тоже нормальная. Кроме Вероники, в лагере трудятся еще семь человек. Все они из одного колледжа, поэтому дни проводят весело и с пользой. Мечте всегда рады молодым людям. На каждой смене работают студенческие бригады. Во-первых, это очень большая помощь мне в формировании персонала, кухни и уборщику помещений, так как, как правило, сюда неохотно идут люди убирать, поэтому это очень большое подспорье. Медицинский, строительный, сервисный, педагогический, экологический, производственный. Всего этим летом в Абруйске создано 39 отрядов, а это 499 человек. Зарплата зависит от выработки и сложности объекта. Неоценимым останется опыт. Итоги семестра подведут в октябре. Тогда же и наградят лучших. Отрадно отметить, что два студенческих отряда из числа учащихся в Абруйске государственного механико-технологического колледжа приняли участие в двух республиканских проектах. Это республиканский проект «Толочин». Ребята трудились по сбору ягод. И республиканский проект «Город молодости». Ребята работают на втором энергоблоке. Третий трудовой семестр завершится в конце сентября. А вот ребята из мечты прощаются с лагерем. Ровно на один год. Четвертая смена подошла к концу. На торжественной линейке награждают самых активных и талантливых. Лето говорит «До новых встреч». Примеры на большом экране. Кинотеатр «Товарищ» осень начнет с новинок. Покажут почти 20 картин. Среди них и застрявшие в 2020-м боевики «Не время умирать» «Веном 2». Плюс мультфильмы «Монстры на канюкулах. Трансформания» и вторая часть «Семейки Адамс». Уже стартовал показ премьеры «Босс Малакосос. Снова в деле». Это для детей. Взрослые смогут посмотреть «Кодекс киллера» и воспоминания. Киностудия «Марвел» также порадует зрителей. В сентябре, хочу рассказать, будет у нас для любителей приключенческой фантастики. Мы ожидаем фильмы «Дюна», «Шан-Чи». Затем для любителей романтической трилогии, после, глава третья. То есть будет уже третья часть этого фильма. Также для наших маленьких зрителей. Мы их приглашаем на такие фильмы, как «За 80 дней вокруг света», «Литл гром», «Джим Пуговка». То есть это тоже полюбившиеся мультфильмы, их продолжение. Ждут кинотеатри и романтиков. Поздравить с днем рождения, признаться в любви, сделать предложение руки и сердца теперь можно необычно. К вашим услугам большой экран. Продолжают действовать акции для студентов, именинников и пенсионеров. Безопасность превыше всего. На этой неделе завершилась акция ГАИ «Берегите детей». Только за 7 дней 50 нарушений. Последние сотрудники особое внимание уделили перевозке маленьких пассажиров. Проверили наличие специальных кресел и бустеров. К сожалению, некоторым закон не писан. В рейд отправилась и наша съемочная группа. «Бобруйск», 16.00, улица Минская. Магистраль не только центральная, но и одна из самых аварийных в городе. Под угрозой находятся все участники движения, даже самые маленькие. Они в центре внимания ГАИ. Наряд начинает работу. Сотрудник останавливает машину. Внутри черного микроавтобуса большая семья. Ребенок пристегнут. Но только вот кресло. Нет, это нарушение. Вынуждено, нужно было срочно поехать. Не успел сидение поставить. И пришлось детей забрать в таком. Без кресла, не пристегнутой. На первый раз предупреждение. От сотрудников фликер. Работа продолжается. Тормозят жигули. На заднем сидении двое малышей. Один в кресле, другой в бустере. Комфортно и безопасно. Почему важно, чтобы дети всегда были пристегнуты, всегда были в кресле? Потому что это их безопасность. И безопасность возне всего здоровья наших детей. Чтобы не волноваться. Чтобы все было хорошо. Чтобы не загреметь в печальную статистику. Родители, учите детей правилам безопасности. Личный пример, лучший метод. Спецслужбы вам в этом помогут. Где-то фликером или профилактикой. Главная задача ГАИ – предупредить, а не наказать. А это передай, пожалуйста, братику. Пусть он тоже будет безопасен. Хорошо? Соблюдение правил не только безопасность, но и экономия ваших денег. Сумма первого штрафа – 116 рублей. А это средняя цена детского кресла. Бустер и вовсе в три раза дешевле. За повторный проступок ценник увеличивается до 232. Согласно пункту 178 правил дорожного движения, дети должны перевозиться в детских удерживающих устройствах, согласно весу и росту ребенка. Дети до 5 лет должны перевозиться в детских автокреслах. Дети от 5 до 12 лет могут перевозиться в бустерах. Если же ребенок ростом свыше 150 сантиметров, то допускается перевозить ребенка без детского удерживающего устройства, но пристегнутого. В Бобруйске прошла акция «Внимание, дети!» Только за неделю нарушений полсотни. Бдительность нужно еще больше усиливать. Лето заканчивается, скоро начнется новый учебный год. Школьники выйдут на дороге. Поэтому безопасность превыше всего. Не только в машине, но и за ее пределами. Не нарушайте, ведь дети берут пример со взрослых. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Бобруйск-арена приглашают на занятия по фигурному катанию. Группы поделены по возрасту. Младшая 3 лет, средняя от 5 до 17, взрослая от 18. Занятия проходят два раза в неделю, суббота и воскресенье. Длительность полтора часа. По 45 минут в зале хореографии и на льду. Разовое посещение стоит 20 рублей, абонемент на 8-150. Дети пусть они и не будут заниматься полностью фигурным катанием, а для того, чтобы в дальнейшем красиво кататься. У нас же есть ледовый дворец. Почему не кататься на коньках, не кататься правильно? Но само собой, структура – это здоровый образ жизни. Это здоровье. Детям будет интересно. Преподаватель – мастер спорта по фигурному катанию. В группе до 15 человек. Каньки можно брать в аренду в наличии большой размерный ряд. Спустя месяц тренировок рекомендуют приобрести собственные. Летим на рекорд. Дальневосточный потоп и афганский хаос. Местные жители пытаются сбежать из страны на самолете. Чем отвечают американцы и сколько жертв среди мирного населения? Далее обзор громких мировых заголовков. Владимир Путин и Ангела Меркель провели переговоры в Москве. Это их первоочная встреча с начала пандемии. Они обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов. Для канцлера, которая скоро покинет свой пост, это прощальный визит. Главная тема переговоров – газопровод в Балтийском море, строительство которого планируется завершить в этом месяце. Германия хочет добиться гарантии, что Россия продолжит поставлять газ через Украину в Европу. Хаос царит вокруг аэропорта Кабул. Отчаявшиеся афганцы умоляют американских военных пропустить их внутрь. Но солдаты разгоняют толпу слезоточивым газом. За последние дни сюда стекались сотни людей, которые всеми силами пытались сбежать из страны, где власть снова захватил Талибан. Многие местные жители с национальными флагами вышли на улицы. Террористы открыли огонь по участникам протеста. Погибли по меньшей мере три человека, более десятка получили ранения. В сентябре Toyota сократит производство по всему миру на 40%. Согласно июльскому прогнозу, компания рассчитывала произвести в следующем месяце около 900 тысяч автомобилей. Однако из-за проблем с поставками чипов из Юго-Восточной Азии сократила их до 500. На ситуацию повлияло резкое увеличение заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме, из-за чего усложнился процесс закупки запчастей. Десятки населенных пунктов пострадали из-за паводков на Дальнем Востоке России. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Амурской области. Несколько сотен человек эвакуированы. В МЧС предупреждают, уровень воды в реке будет расти, а значит увеличится и зона подтопления. Наводнение угрожает и районам Хабаровска, где власти укрепляют временные стационарные дамбы. 19-летняя Зара Рутерфорд может стать самой молодой женщиной, в одиночку облетевшей вокруг света. Утром в среду ее сверхлегкий самолет стартовал из бельгийского аэропорта, куда вернется через три месяца. За время путешествий она пролетит 52 страны и дважды пересечет экватор. К слову, Зара родилась в семье пилотов, начала тренироваться в 14 лет и получила летное удостоверение в прошлом году. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бавруськ-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры подогнали Симон.